Тема урока. Умножение десятичной дроби на натуральное число. На этом уроке вы научитесь умножать десятичные дроби на натуральные числа. Узнаете, как можно быстро умножить десятичную дробь на 10, 100, 1000 и т.д. Для начала давайте решим следующую задачу. Стоимость одной тетради составляет 12,3 рубля. Сколько нужно заплатить за три таких тетради? Решение. 12,3 плюс 12,3 плюс 12,3 равно 36,9. Значит 36,9 рубля нужно заплатить за эту покупку. Такую сумму из одинаковых слагаемых называют произведением 12,3 на натуральное число 3. Произведением десятичной дроби на натуральное число называют сумму слагаемых, каждая из которых равно этой десятичной дроби, а количество слагаемых равно натуральному числу. Значение произведения 12,3 на 3 можно найти иначе. Заметим, что произведение 123 на 3 равно 369 и произведение 12,3 на 3 равно 36,9. Обратим внимание, что после запятой десятичной дроби стоит один знак. И в полученном произведении после запятой тоже один знак. Мы умножили 12,3 на 3, не обращая внимания на запятую, а затем в полученном произведении отделили справа один знак запятой, потому что в десятичной дроби стоит один знак после запятой. Таким образом, получили правило, чтобы умножить десятичную дробь на натуральное число, нужно 1. Перемножить числа, не обращая внимания на запятую. 2. В полученном произведении справа отделить запятой столько знаков, сколько знаков после запятой находится в десятичной дроби. Давайте выполним несколько примеров. 1,2 умножить на 6, то есть 12 умножаем на 6, получаем 72. И справа отделим запятой один знак, получим 7,2. Другой пример. 0,02 умножить на 15, то есть 2 умножаем на 15, получится 30. Отсчитываем справа два знака и ставим запятую. Получится 0,30 или 0,3. А теперь давайте умножим 1,2 на 10. Получаем 12 умножить на 10, то есть 120. Отделим запятой один знак справа, будет 12,0 или же 12. Заметили, что запятая перескочила на один знак вправо. А если же 1,234 умножить на 100? Получаем 1234 умножить на 100 будет 123,400. Отделим запятой справа три цифры и запишем ответ. 123,400 или 123,4. Насколько знаков вправо переместилась запятая после умножения на 100? Правильно. на два знака. В последних примерах мы рассмотрели умножение десятичных дробей на 10 и 100 и увидели закономерность, что запятая переносится вправо на один или два знака. Таким образом можно сформулировать следующее правило. Отличное от правила умножения десятичной дроби натуральное число. Чтобы десятичную дробь умножить на 10, 100, 1000 и так далее, необходимо перенести запятую вправо на столько знаков, сколько нулей стоит после единицы. Если же нулей больше, чем знаков после запятой в десятичной дроби, то нужно приписать недостающие нули. Например, 0,65 умножить на 100. После единицы стоит два нуля. Значит переносим запятую вправо на два знака. Получаем 6,5. Другой пример. 2,9 умножить на тысячу. Для переноса запятой вправо не хватает знаков, поэтому добавим нули, то есть 2,900 умножить на тысячу. Переносим запятую на три знака вправо, получим 2900. Итак, вы научились умножать десятичную дробь на натуральное число. Как видите, это достаточно просто. Нужно перемножить числа и отделить справа запятой столько знаков, сколько их было в десятичной дроби. А еще вы теперь знаете, как легко и быстро можно умножать десятичные дроби на 10, 100, 1000 и так далее с помощью переноса запятой вправо на столько знаков, сколько нулей стоит после единицы. Редактор субтитров А.Семкин